Итак, всем приветствую на ДВГ, продолжаем играть за Германию в World of Blaze И в прошлой серии мы наконец-таки покорили всю Европу, кроме Британии Остается еще Альбион для нашего покорения Но наши бравые морпехи А это морпехи уже с опытом, они уже в Норвегии повоевали Хотя, конечно, они еще не добучились Будут скоро высаживаться в Британию Единственное, они ведь здесь еще планы не подготовили На самом деле, это некоторое обучение с моей стороны Мне стоило исследовать вот эту технологию Смотрите, вот эту технологию до этого Это бы сократило пополам И на самом деле, я бы сказал, было бы очень выгодно высаживаться вот примерно сейчас То есть мы бы уже закончили с Норвегией Вот видите, там задержались, не исследовали, туда-сюда И в итоге мы высаживаемся не в декабре, а где-то в январе И в итоге Бритация могут взять себе вот этот фокус на фортификации Как раз таки видите, тут Бекшир, Глаусерштир Ладно, я не очень правильно прочитал, но это какие-то очень душные названия И Северный Лондон Это вообще, кстати говоря, вот здесь Здесь и где-то еще Ну да Но будет нам чуть сложнее Но в целом нормально Самое главное, не успели еще форты построить Прибрежное вот здесь То есть мы успеем высадиться На самом деле Бритация очень не готова к высадке вот в это время У них, видите, еще военной экономики нету Здесь всяких нету решений У них военная поддержка еще не такая большая Так что у нас есть все шансы Единственное, я еще не уверен Есть ли смысл поразмениваться в воздухе истребителями с ними сейчас Нам немножко не хватает для этого разведки Давайте возьмем вот так Мы еще чуть-чуть увидим 30 дней Нормально, полезно будет И мы сейчас еще также у них 50 делаем Создаем Чуть-чуть, чтобы тоже лучше видеть Потому что мне хотелось бы видеть Сколько там истребителей Если мы не слишком далеки по числам То можно и поразмениваться Но в целом Как бы обычно с фигками здесь невыгодно размениваться Но я поставил 70 военных заводов на истребители И они все имеют резину почти что Немножко не хватает Но мы сейчас это поправим Тут, видимо, может после загрузки что-то обновилось Или еще что-то посмотрим И может быть в этом будет смысл Скоро узнаем Также мы тут готовимся к компании Потом в Северной Африке Я думаю, после Британии мы пойдем вот сюда Как бы нужно будет разобраться здесь Конечно, мы еще повысаживаемся На вот этих всяких островах Как я говорю, это независимая страна Это Гренландия сюда переехала В общем-то, да Попробуем разобраться с вот этим чудом Как получится Потом сюда тоже поможем Плюс-минус постараемся помочь Вот с этим тоже разобраться с чудом Посмотрим В любом случае, поехали А еще мы немножко модифицируем наши танковые дивизии Добавим туда военную полицию И видите, лайты у нас немножко недоделаны В отличие от этих Но здесь есть тяжелая артиллерия Тут ее нету У них здесь есть противотанковые Вообще Орудия, которые в танковых дивизиях Ну не слишком-то и нужны, да Так что мы вот так вот, наверное, сделаем Потеряем немножко пробития Но это пойдет Это у нас легкие танки все-таки Получаем за такую чулу софт-атаки Нам как раз-таки против пехоты В основном они пойдут против танков Они так или иначе не справятся И за счет вот этой вот военной полиции Получаем себе организацию Очень солидно, кстати говоря Если бы не было артиллерии Было бы еще больше Сюда пришло бы Вот сюда просто ставим военную полицию Тоже получаем аргу И здесь меняем наши, пожалуй, легкие Осадные орудия на обычные осадные орудия Нужно еще 50 добавить Но я думаю, они у нас успеют Еще набраться к высадке И нужно еще 26 дней подождать Ох, ожидания Итак, есть у нас договор С Португалией Получили мы себе кучу теперь Вольфрама Супер С резиной все еще некоторые проблемы Но я бы сказал нормально все С этим, пожалуй, пока что стоит завязать И наша экономика, ну, чуть-чуть тоже восстановилась Мы только тратим еще Видите, я Ардар начал строить На Востоке Думаю, мы успеем сделать два левела Он немножко нам поможет, я думаю В первые дни войны Порту также продолжаем строить Ну и куча синтетики Первые, кстати говоря, уже готовы Здания Начиная потихоньку больше нефти Точнее, больше топлива И больше резины производить Супер Еще, кстати говоря Теперь мы интегрируем Венгрию Получим ресурсы Вот здесь вот нефтяные Потом, через еще некоторое время Получим нефтяные ресурсы Румынии И так же все еще неплохо бустанем На самом деле будет плюс Прям там 50-60 Я еще, наверное, дострою потом инфраструктуру Что здесь, что здесь Получим Ну, хотя нет, наверное, здесь нет Но в Румынии точно построят два левела Еще два они получат по фокусу Так что, я думаю, будет приятно У нас все под топливу К Советскому Союзу Так, я сделал быструю проверочку Хватит ли нам плота для выставки Да, нам хватит 70% мы имеем превосходство Отлично Можно пока что выключить И я, знаете, что думаю Нам что стоит сделать Взломать Британию Чтобы получить плюс Скорость подготовки Вторжения Это я уже не успею Но это нам пригодится Еще, возможно, для этих Каких-то высадок Возможно, здесь еще что-то Короче, ну Будет еще, может быть, чем заняться Это, в принципе, полезное исследование Вот, так что Блин, стоит или не стоит? Я думаю, стоит Поехали Механа у нас вновь подъехала Еще чуть лучше Сделаем наши дивизии Вот это, на самом деле Теперь так много тоже не надо И я бы думал бы Насчет ПВО танкового У нас, в принципе, флагпанзеры 38Т уже готовы У них только, видите У нас есть еще флагпанзеры вторые У них Хардность побольше Но статы здесь получше Да, и исходя из этого Я думаю, что мы все-таки возьмем себе Флагпанзеры А из этих возьмем себе Вот эти штурмовые вторые Тедагрили еще целых два года Ну, очевидно, я не буду так сильно Спешить их сделать У нас здесь, кстати говоря, возможность Взять себе еще доктринку есть Давайте сделаем Скажите, правильно же У нас раз-два Нет Нам нельзя брать эту доктрину Нам нужно брать пехотную доктрину При этом, получим ли мы еще одну Пехотную доктрину? Да Но только одну Собственно говоря Так что можно не стесняться И брать себе Что-то пехотную И потом докачивать себе вот эту Тем более, что нам, ну, в принципе Для выставки Десятерги еще будут вполне себе Приятными И полезными Ой, мы набрали себе достаточно разведки Зашифровали Прямо нажали кнопку Еще разведка такая Разведка шпионами И мы видим 100% Британии И слушайте, ну Нет, мы не сильно хотим Размениваться до Там 4000 почти что Истребителей Хоть и, наверное, чуть Худшего качества, чем у нас Тем не менее Их все равно много Все лучше авиацию Потратить будет На финальный рывок Я думаю Так что мы здесь Вот всех Тренируем Скоро Начнется битва за Британию И сразу же она закончится Итак, план готов Делаем мы вот так Делаем мы вот так И все Авиацию назначаем На приказ Делаем мы Вот так вот Нашей авиации Еще стратег Бомбардировку фортов Сделаем На всякий случай У нас не так много Снабжения Вот здесь вот Будет даваться Но хотя бы Какие-то капельки Пускай И здесь еще есть У нас ударные Бомбардировки тоже И мы их направим Вот сюда Ну что ж Поехали И после долгих боев Мы взяли дувр Пора оттуда танки Сейчас перебрасывать Будет И Уже с портом Так все попроще стало Я кстати говоря Нажимал Форсированную атаку Поэтому у меня немножко Дивизи здесь Истощились Ну не немножко Серьезно истощились Давайте теперь Кстати говоря Я и доктрину На всякий случай Прокачал Вдруг пригодится Но я решил Так и не сражаться С их флотом Даже не выводить его И Что я хотел нажать Я хотел нажать Операция Силайн А у нас ее почему-то нету Где-то у нас никогда Дивизи Ладно Чуть попозже Значит нажмем Давайте сделаем так И кстати говоря Рейхскомиссариат Вот это давайте Тоже сделаем Ну и сразу же США вступают в войну Да-да Потому что я высадился В Британии Ну ничего Мы должны успеть Справиться до этого Танки прибудут Очистим немножко Себе Здесь территории Получим еще дополнительный порт Подкинем еще пигот У нас они уже ждут Действий А еще меня авиация затроллила И вот так вот взяла И переехала вот сюда Да, бывает и такое А мы здесь пытаемся Как-то пробиться к Лондону Тем временем И нужно сделать вот так Чтобы меня ребята оснабжались Вроде все нормально чувствуют Хотя их конечно Очень душат атаками Бесконечными Но я думаю Они справятся И у нас вот сюда Вот высадилась Британская дивизия Но благо мы во-первых Успели вот здесь взять порт А во-вторых Мы сейчас его в принципе И вернем Это не самое умное решение Было британское И нужно перебрасывать Резервы пехотные Ну как резервы Это вполне все боевые Очень боевые единицы Но они резервы Потому что их сразу Нет было в бою И пожалуй Вот эта армия Пойдет сюда Я думаю Падение Лондона Товарищи Дорогие граждане Германии Мы взяли Лондон Британия Капиталистическая Скоро падет И здесь что-то говорят Про ВДВ Но нет ВДВ не было Ну вот Британия попала Но еще конечно Не до конца Тут еще придется постараться Все-таки войск здесь много Но вот это чудо Я скорее всего окружу А у нас там как раз Фокус на доктринке подошел Поэтому докачиваем Здесь доктрины все И вот так вот идем Да И тоже должности посильнее Я очень хочу Тут окружить Потому что тогда Здесь останется Не так много вообще Боевых войск Я же не говорю про то Что там Ишка Наспавнила себе танков Механа там Наспавнила Да Где-то я видел его Может я его здесь Вот и уничтожил Не знаю Но Как есть так есть Но мы должны Совсем этим справиться Просто вообще не понимаю Что происходит вокруг Лондона Видимо Три провинции Каких-то Или что Но тем не менее Мы пытаемся А ну нет Мы не успели Уже их окружить Здесь Судя по всему И господи Как же они душат Эти порты Надо их Я думаю Поставить Чем-то кем-то укрепить Видимо Вот этими дивидиями Которые пытаются Переплыть И надеюсь Они успеют Не знаю Успеют ли реально И тут такая ситуация Что они просто Не успевают На самом деле Реинфорсить После поражения Танков Так что мы вроде Пробиваемся Потихоньку С припасами Некоторые проблемы Но кое-как Что-то успевает Доезжать Ну и плюс Что-то мы локально Уже получаем Так что Ну я думаю Наша выездка Плюс-минус Может считаться Уже успешней И мы уже Укрепляем Вот эти порты Пожалуй Вот здесь Кстати говоря Тоже стоит Укрепить Типа происходит Вот так Они Реинфорсят Но Не все Хотя здесь Смотрите Здесь все успело Практически Зареинфорсить Да Но вот так Вот видите Не все успело Зареинфорсить Потому что Наши танки Ну слишком Много урона Наносят В сравнении С их Тонкими Пехотными дивизиями Так там Черчилля Началась речь о том Что Скоро начнется Питая за Британи Но нет Поздали с своей речью Закачиваем Еще Две доктрины Здесь мы берем Левую Остается лишь две Которые мы возьмем Потом по фокусу Ну и конечно Остается еще В принципе Неплохое количество Пехотных и Ашталерийских А здесь Я даже не знаю Что нам следует Наверное Во вторки Пойти Просто ради Политки Здесь нам Можно вот это Тоже сделать Ради Мэн Пауэра В теории А кстати говоря Мы контролируем Модно Можно уже пойти В триумф Над старыми Врагами Что мы получим За это Ничего Что я Правильно Это вижу Мобилизация А Стабильность Вместо Скорости Мобилизации Блин Так это же Бесполезно Это Однозначно Просто Бесполезно А потом На вот это Надо будет Сделать Но это Еще пока Потерпит Нужно Подумать О Господи Я Саматический Принял момент Но в общем То Они уже Эвакуировались В Канаду Трусы Все Что я могу Скать Но К сожалению Нам придется Все здесь Да захватите Чувствую Потому что Они до этого Мета Не капитулируют Здесь мы Ликвидировали Войска Осталось Здесь Вот конечно С припасами Очень жесткие Проблемы Но Что мы С этим Можем Поделать Особо Ничего Потому что Всем Всегда Пришли В наш Флот Его Скорее Всего Уничтожат Единственное На самом Деле Что Реально Можно Попробовать Делать Это Поработать По Море Вот таким Вот таким Образом Здесь Полностью Позапрещать Кораблям Что-либо Делать Таким Верно Припасы Будут Привозить Только Вот здесь Вот Через Францию А здесь С подлодками Будем Как-то Ну Бороться И Вроде Как Мы Сейчас Смогли Вот сюда Тоже Пробиться Сейчас Постараемся Добить Конечно Некоторые Проблемы Происходят Ну Снабжение Всегда Такое Бывает Но Я чувствую Что Мы В один Момент Сможем И Мы Следовали Тут Флаг Панзера Давайте Обменять Флаг Панзера Сюда Ставить 38 Т И Нас Обманули Должна Ну И Чушь Реально Обманули Бизоны Делаем Устаревшими Но Блин Это Неприятно Сейчас Произошло Ну И Слушайте Потихоньку Улучшаем Состояние Так Сказать Этого Пролива Потихоньку Очищаем Его От Загрязнения Топливом Так Сказать Британским Американским Если Вы Понимаете В чем И Да По ощущениям Начинает Потихоньку Налаживаться Наше Снабжение И Почти Да Укрепились Мы здесь Вот Почти Добили Здесь Здесь Очень много Дивизий Дивизий 26 Здесь Ну Больше 30 Дивизий Сейчас Мы здесь Люблидируем Потом сможем На север Продвинуться На самом деле Очень медленно Мы движемся И сюда уже Успевают Американцы Прийти Вот это Неприятно Неприятно Конечно Но там Еще не так Много Должно Довно быть Дивизий Так что У нас Еще есть Время И Поехали Касочки Касочки Взлетают Британские Дивизии Улетают Отлично Очень много Мы здесь Разбили Здесь уже Практически Только пехота Осталась Я думаю Сейчас мы Нормально Начнем пушить Тем более Что Мы здесь Смогли избавиться От подлодок Полностью Ну Не полностью Но Очень солидно Так Их потопили И Начинаем Потихоньку Пушить Танками Я попробую Зайти Вот так Вот с севера Подушить Их здесь И потом Ликвидировать Здесь еще Одно окружение И Если что Британцы Потеряли Уже 1 миллион 110 тысяч Человек Мы от них Потеряли 112 тысяч Ну В сумме 180 Большие потери Но По сравнению С ними Это просто Конечно Пыль Опять так Очень решает Конечно Потому что Здесь куча танков Их пехота Просто Вот так Вот Стирается Нами Является танком Тоже Тоги стирается И будем Мы продолжать Нет Наверное Давайте Все-таки Еще дальше На север Попробуем Пойти Хотя Часть Может Вполне Себе Попробовать Поддушить Вот это Направление И Не забываем Авиацию Тоже Сюда Присылать Пока Что Прорыв Выглядит Многообещающим Я бы Так Сказал Да Я думаю Мы здесь Вполне Себе Сможем Сделать Хорошее Окружение И Потихоньку Наш Так сказать По своему Завершению Они уже Отрезаны От Севера И Потихоньку Потихоньку Мы сжимаем Наш Захват Здесь Еще пока Что Я так понимаю От депрессии Не избавились Да Так что Они еще Пока что Не могут Свои военные Заводы Жуткие Начать Плодить Так что У нас пока Все еще Нормально Но Япония Чувствую Скоро будут Проблемы Потому что Мы Достаточно Рано Пробудили США Ну и Вот Началось Они просто Уже не успевают Нормально Восстановить Организацию Сюжет Сосновление Проблемы И я чувствую Мы сейчас Неплохо Так американцев Здесь тоже Задушим Вместе С британцами Время Наши Здесь Дивизии Сказать Америка 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 Что с лицом 3-11 Дивизии Там 3-11 Дивизии У Америки В 40 Году Какие У нас Шансы Как бы Вы понимаете Что сделать Я думаю Не очень Большие Но вообще Мы попробуем Хотя бы Вот эти острова Позабирать Все А там Посмотрим Потому что Вот эта штука, это еще два тика по полгода То есть еще два тика по полгода У них не будет военных заводов У них не будет дивизий Вы понимаете, да, к чему все идет? Но я, это так Это легкие намеки, может ничего и не произойдет Посмотрим Вот этим ребятам я думаю, знаете, что уже пора сразу делать А им пора уже вот так вот готовить выстки Потому что, ну Чем раньше мы их начнем готовить Тем быстрее мы высадимся Тем быстрее мы покончим С любым присутствием союзников В Европе И там Мексику позвали, но я не думаю, что Мексика Что-то реально изменит, честно говоря Ой, а здесь мы сейчас начнем В этих горах гнить, я чувствую, но это классика Пошли горы Думаю, мы еще подвысадимся вот там А параллельно потом будем еще начать посаживаться вот сюда Через 10 дней, кстати говоря, качнем тут тех Видите, она очень полезна нам сейчас будет Мы в два раза быстрее будем готовить выстки Так что супер И здесь мы параллельно пытаемся дешифровать Советский Союз Надо еще, наверное, покачать вот эту штуку Чтобы успеть даже дешифровать И, наверное, начать еще здесь что-нибудь дешифровать тоже И мои любимые, танки в гору едут Но, объективно говоря, дат нужно танками Потому что у них получше статы Хотя я вообще думал, что их не пробивают Это была моя первая причина Но, судя по всему, их пробивают Значит, нам реально нужно будет сейчас высаживаться везде Ой, у них не было здесь организации, судя по всему И все отлично получилось И здесь вот теха исследовалась Готова выстка Давайте сразу уже, кстати говоря, позволим нашим кораблям плавать где угодно Мы скоро выбьем полностью отсюда все вообще вражеские корабли И в этот момент, ну, просто им негде будет подлодки держать даже Если, конечно, только не какие-то очень крутые американские подлодки Если у них вообще такие И давайте, не знаю, пройдем здесь, что-нибудь Вот здесь попытался их найти, но их там нету И я думаю, мы доделаем вот так вот корабли А потом начнем просто массово клепать подлодки У нас они, конечно, слабые Возможно, стоит поисследовать подлодочки-то получше, да? Потому что, ну, они очень хорошие немецкие Мы сможем сейчас реально контролировать очень жестко Вот здесь вот, я думаю, да и вот здесь Американскую все торговлю, все американское снабжение Круто Ну и вот эти ребята отплывают, супер Здесь мы сделали пресс на море Теперь давайте вернем обратно Не будем реально выплывать, потому что это может плохо закончиться И остров Мэн мы взяли без проблем В Белфаст, в Ирландии мы сейчас высаживаемся Посмотрим, насколько это будет без проблем Здесь вроде тоже без проблем Пожалуй, стоит нам эту авиацию перебросить Вот куда-нибудь сюда И прикрыть наши подлодки здесь О, Гренландия капитулировала, отлично Мы тут еще какие-то, не знаю, британские конвои успели перехватить И мы сразу планируем нашу выставку Я думаю, в Исландию, а потом и в Гренландию Мы тем временем делаем нам механизированные дивизии С, как вы можете видеть, со штурмовыми орудиями Будем делать прям такие серьезные штурмовые дивизии Для Советского Союза уже, я думаю У них отличные статы, у них неплохой армор Его могут не все дивизии пробивать на самом деле Советского Союза То есть они вполне себе могут даже с щетком куда-то атаковать Так что эта дивизия готова Единственное, может быть, я поменяю военную полицию на ПВО Да, потому что она дает очень много пробития Но еще пока подумаем, подумаем Ну, уже можем, я думаю, уже заказывать их У нас механа, в принципе, достаточно много Производит 40 военных заводов Ну, это сейчас еще не так много Но потихоньку будет наращиваться Так что, думаю, у нас будет вполне себе Одна-две механизированные армии к Советскому Союзу Нужно только успеть вот здесь вот все додушить Вот здесь вот тоже додушить Острова додушить И мы готовы Ну и если вдруг я почувствую, что мы сможем В США выйти, то туда выйти тоже И они, да, они уже начали мобилизовывать заводы Только дивизий, благо, пока еще нету Вот здесь вот мы тоже, ребята, видимо, добиваем Там гора еще Черт, все как обычно Горы очень сложно выбирать Выбивать Но мы выбьем Малая и Индия вышли на белый мир и с нами Очень любопытное развитие событий Действительно любопытное Как будто они типа таки сказали Ну что, вы там проиграли Что ж, мы, мы, видимо, пойдем Мы-то воевать в этом не хотим Ну, как будто так это было, не знаю Там что-то произошло Только что было объявление войны кому-то Страшное Мне показалось, что США объявили войну Британина, нет, мне это реально показалось Черт, как жалко, что я их пропустил Как обычно, нажимая Enter А, вот Малая напала на Францию Снова все-таки в войне Но Индия все-таки Полноценно вышла из войны Окей, хотя бы так Ой, мы смогли Индийские реактивировать Наши остальные заводы Но я понял, что Многовато мы их реактивировали Нам типа что-то вот Такое нужно Надо еще улучшить отношения с Норвегией Я чувствую У нас хватает политики на все Я вам скажу Давайте откроем Эту кнопочку И потихоньку будем себе набирать Каких-нибудь Дивизий новых Единственное, я бы хотел все-таки Моторизованные И механизированные дивизии Пехотные я бы не очень хотел набирать И на что у нас еще политику можно потратить? Слушайте, хороший вопрос Особо даже, ну Так полезно, чтобы ни на что Будем копить? Ух, тут я смотрю Что у них плавает Целый британский флот здесь плавает Точнее как Он скорее всего вот здесь вот 28 Таскфорсов То есть там 28 Боевых соединений находятся Сейчас Буквально, думаю, весь британский А возможно еще какой-нибудь Американский флот Есть шанс Подловить их Когда они будут выходить Они будут без снабжения У них скорее всего будет Задебафано Ну, в принципе Почти все Они здесь окажутся без топлива Моментально Ну, попробуем Может быть А может быть не попробую Посмотрим Как там получится И отправляемся в реке За Исландией Эти ребята Обратно на Чилль становятся А еще, я думаю Есть смысл Поудрять по порту Вот здесь вот Тоже Подушить их флот И я, честно говоря Не очень верю Что нам по фокусам взять Что-то и не хочу Наверное Бафать свой флот У меня и так все хорошо с ним А здесь все еще рано А Финляндия пока тоже особо Потерпит Барбаросса Еще рановато Чуть-чуть Реально? Хороший вопрос Что мне надо? Ой, тут Мы встретили, кстати говоря Американцев Типа такие Едут наши конвои С войсками И машут ладошкой Едут американские конвои И машут ладошкой Такая некоторая Неловкая встреча И мы забрали Рейхсявик Давайте сразу готовимся Вот так бежим И, пожалуй, Вот эти дивизии У нас поедут Не сюда А пока те захватывают Поедут они Я думаю Вот сюда Забирать Гренландию Поехали А вот наши дивизии Уже и готовы К выске И едут Здесь мы Вот такой вот Гамбит сделаем Я думаю Сюда займем порт Очень здесь сложно Пробиваться Через кучу этих гор Шотландия Ужасная территория Для атаки Но мы сейчас Поплоробуем Вот отсюда Высадиться куда-нибудь Потом вот сюда Ну Опять-таки Посмотрю я здесь Вот если у них Внезапно не появится Плюс 100 дивизий А они так умеют Иногда делать То да Мы поедем Сразу в Америку Высаживаться Вы представляете Что будет Если мы захватим Вот это То Советскому Союзу Просто Так не сладко придется Италию мы призвали войну На самом деле Поздновато Видите Здесь Египет Стал независимым Ну Хотя как Независимым Мы можем Им войну все еще объявить Это не такая же проблема Да Единственное Здесь все еще остался Кипр Здесь все еще С Лас-Мальта И Гибралтар Но я не думаю Что здесь будет много флота И плюс В принципе Италия сейчас может Здесь что-то даже И сделает Потому что Британский флот Должен быть Я думаю Не здесь Плюс Что там Ну За флот О Здесь солидный флот Типа У Италии Она может что-то реально Предъявить Если нормально будет Его использовать И после этого Ну Все У нас карт-бланш На любые действия Я здесь тоже Выстка поехала Правильно Мы здесь пытаемся Выбомить порт Как получится Но вы Переставайте Это делать Все Что ж Если мы заберем Гренлади То да Мы в недосягаемости Вообще Для любых союзников Будем И вот-вот Так сказать Будем готовы К высадке В Америку И нет Здесь порт На самом деле Оказался прикрыт Очень солидно Я бы сказал Хотя организации Там не было Если бы они Просто вдвоем Поплыли А не в одиночку То все внезапно Стало бы лучше А еще А нет Я подумал Это нас перехватили Но нет Давайте Это второй Твизит Да Ты не хочешь Тоже поехать Отлично Слушайте Есть шанс Есть шанс Что вторая Сейчас выбьет Шанс небольшой Но он есть Здесь мы вряд ли Пробьемся Да Так что Ну да Надо вот так вот Попробовать Как-то взять этот порт Авиация у нас Кое-как помогает Так что Должно быть нормально И Гренландия Без гарнизона В принципе Достаточно ожидаемо Давайте полностью Западим Этот остров И будем планировать Сразу же Я думаю Вот этими дивизиями Высадку дальше Кстати говоря Уже бинирование Пошло британское Я так полагаю Возможно Еще и американское Не знаю Но Давайте Куда мы только Хотим высадиться Вот такой вот вопрос Я думаю Ответим на него Только вот так Куда мы достаем Мы достаем вот до сюда Что ж Это значит Что туда мы и поедем О здесь итальянские корабли Если что находится Забавный факт Подлодки тоже Сейчас мы вам строим В Атлантике веселье А итальянцы здесь устраивают веселье Американцам и британцам Возможно Нам стоило бы помочь Как-то авиации Хотя у нас не так Что ее и много Здесь Ну именно штурмовой Посмотрим По железу Кстати говоря У нас Это внезапный минус Надо его бы покрыть Наверное С резиной и алюминием Периодически бывают проблемы Я знаете Что думаю Надо сделать Значит нам Надо сразу уже Заказать себе Некоторое количество Алюминиевых заводов На будущее Это конечно перебор Пытка номер два Плод еще так же помогает Надеюсь нам его не перехватят Сверя один очень сильно Почему-то задамажен Только один такой Но я думаю Это раз получится получше Плюс у них видите Здесь со снабжением Внезапно начались проблемы А я думаю Наши вот эти вот Подлодочки К этому Как причастны И сладим После потери Вот эти дивизии Пожалуй Можно перебросить Вот сюда И в этот раз Да выстка Намного продуктивнее Проходит Я чувствую Мы заберем сейчас порт И они там Собственно говоря Умрут Параллельно Здесь какие-то корабли Ставшиеся Будем еще догонять И убивать Но Вряд ли Если уже будут Какие-то британские Ох Где сейчас будет Приятно все это добить Невероятно Я думаю Ну да Все зелененькое Перепасов Никого нету Какая прелесть Какая же прелесть О А у нас появляется Вот эта кнопка Это даст нам еще Дополнительное решение И Я Помню По-моему еще там Даст прям модификатор Хотя нет Вот этот у нас Вообще по-моему еще один даст Модификатор Плюс больше дивизий Они очень сильны Поясню Во-первых У них в принципе Неплохие шаблоны Да Ну как Вот это допустим Нет Но Вот это вполне себе Неплохо Устремляет 2,40 припасов За счет чего Они сильны За счет того Что у них есть Вот эти офицеры Которые еще дают 10 атаки И защиты Плоновые Как вы можете видеть В кучу территорий То есть атакуют Они просто Безумно хорошо Сама по себе дивизия Шаблон Солидный Так что Ну вполне себе Они нам пригодятся Моторизован Вот эти конечно Да Немножко Отстают по шаблону Но для этих Для этой ширины В принципе Неплохая дивизия Господин хочет нам Добровольцев Отпасть Вот это да Прикольно Они уже как-то Останавливаются Ну так себе Но видимо Что-то они там Открыли Чтобы добровольцев Отправлять Наверное И последние Британские дивизии И исчезают Из Британии Алексай хочет к нам Зайти Да Да Давайте мы согласимся Но по-моему там Британия потом скажет Нет нельзя И мы их задушим За это О Вот он открылся Блин Открылся Или он до этого был Вот этот вот Отличный приказ На 10 атаки Надо побольше Влияния СС дать Давайте-ка Какие-то еще кнопочки Понажимаем Их А нам нужно Видите Панзериягеров Исследовать Ихи Мардера вторых Это очень классные Танки Но я их не нашел Так сказать Все применение В том смысле Ну в своей По крайней мере В своем билде А так они Очень хороши Их конечно Надо будет исследовать Ну Мардера Я не знаю Насчет него Но вот пара Другая Думаю точно Буду исследовать Как подойдет время И так тоже Эти дивизии Видимо на спавне И что ж Я вижу что У США Все осталось 207 дивизий Я считаю Что это Ну Просто грех Такое Не Атаковать Но Это все Я думаю Произведет В следующей серии Они там Кстати говоря Они вот эти дивизии Вот это все Произведет В следующей серии Ребят А это подошло К концу Я даже не представляю Что у нас Будет в следующей США Подготовка К Советскому Союзу Если мы Сможем Победить США То Советский Союз Останется Просто Ни-ни-боссом Потому что Реально У нас не будет Никакой угрозы А уж на дистанции Мы Ишку точно победим Параллельно Подготовлю КБ На Египет Сделаю на Пальтина Это все ради того Чтобы получить Вот эту нефть Потому что Ну вот Германия сюда хотела Попасть Не смогла Мы Британию выбили Так что сможем Надо было только призывать Против Египта Я не знал Что он отвалится Вот так вот Независимостью Из-за эвакуации Здесь еще Италия вон Какие-то Американские корабли Перехватывает Отлично Я думаю Мы наших морпехов После высадки в США Если на случай Конечно Отправим вот сюда Чтобы добить Здесь какие-то территории Британские А потом Они не знаю Возможно Возможно Нигде не здесь Будут работать Возможно Они просто будут Использоваться Для прорыва рек Как получится Ну а все Это следующая серия Ребят С вами был Дубгей Подписывайтесь Если вы еще вдруг Не подписаны Лайки, комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока